Ну и хорошего ничего не отметишь. Яркие или единичные какие-то вспышки на небосклоне их жизни происходят. И сами себе говорят, я же не делаю ничего плохого. Ну можно и сказать, ну друг мой, и хорошего ничего ты не делаешь. Знаете, Ладыкия вообще славилась своими термальными источниками. В Ладыкии были горячие источники целебные, куда приезжал народ с Малой Азии, они принимали эти термальные источники и исцелялись от некоторых болезней. И когда я вижу, как Иисус обращается к церквям, Он говорит им узнаваемыми образами, друзья. Он говорит им на их языке. Если Иисус обращается к каждому из нас, Он будет говорить вам на вашем доступном языке. Он не говорит замудренно. Он говорит так просто, что даже ребенок может его понять. Евангелие оно в простоте. Не надо мудрить, не надо гадать. Он скажет тебе, и ты поймешь. Он скажет тебе, и ты услышишь. И вот всем церквям, когда мы проводим анализ, Он говорил именно образами, понятными им самим. И когда Он говорит, ты не холоден, и ты не горяч, Он им дает знать, церковь, ты потеряла целебные свойства. Зачем быть горячим? Потому что целебные свойства, говорит, в горячих источниках есть. А ты остыл и даже не холодный. Знаете, там были и холодные источники. И вы знаете целебный эффект, когда человек контраст принимает с холодного в горячее. Это тоже целебно на нас сказывается. У нас есть братья в Дагомысе, они ходят в баню, у них называется баня с прижиганием. Я ее называю, не баня с издеванием. Там садятся братья, и нагоняется такая температура, и один брат машет там полотенцем, для того, чтобы вот это прижигание прям, ты еле терпишь. И после этого все выбегают и сразу в холодный бассейн ныряют, для того, чтобы вот этот контраст произвел целебные, знаете, целебные какие-то действия. Потому что говорят, что вот при таких действиях здоровые клетки начинают поедать мертвые клетки. Ну, в церкви иногда можно увидеть, как здоровые клетки поедают мертвые клетки. Или здоровые поедают здоровые. Я не об этом сейчас. И вот Иисус, зная об этих термальных источниках, Он говорит, вы, как церковь, вы потеряли вот этот целебный эффект, потому что Бог желает, чтобы церковь внесла жизнь, друзья, и помогала обществу, в котором она пребывает, избавиться от греха и порока. У нас такое видение, что мы несли жизнь в этот мир, что мы несли жизнь в это общество. А когда говорят на собрании, кто-то есть новый, и нет рук, и нет новых людей, я понимаю, что мы прожили и неплохо, и нехорошо эту неделю. Мы прожили просто, просто прожили еще одну неделю. Не были ни горячими, не были ни холодными. Потому что Господь Иисус желает, чтобы церковь, как река живой воды, потекла в этот мир и оживотворяла собой даже умершее. Все, к чему бы мы не прикоснулись, должно оживать, друзья, должно вызывать жажду по Богу, потому что мы соль. Главное свойство соли – вызывать жажду. Мы должны вызывать жажду по Богу. Но верующие этой церкви, они были в достатке, друзья. Им уже ничего было не надо. Церковь Ладыки, она состояла из успешных людей, друзья. Там было много врачей, там было много бизнесменов, которые выпускали ткани, там было просто много зажиточных людей, которые жили в достатке. И образ их мышления, он как раз и заключался в словах «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду». Мне это так напоминает нас, сегодняшних христиан. Пускай это не отражает именно материальной сущности нашего состояния, потому что сегодня немногие, может быть, материально разбогатели, но это так четко отражает наше состояние духовное, когда сегодня при массе всякой информации, проповедей, учений, мы говорим «Я разбогател, я богат, я не имею ни в чем нужды». Мы теряем интерес, мы бегаем за чем-то свеженьким, за чем-то новеньким, за какими-то откровениями, потому что говорим «Я богат, я духовно богат, я столько уже слышал, я это слышал, и вот это слышал, мне нет нужды, я разбогател, я духовно богатым». Но Библия, друзья, она говорит так, по Евангелии от Матвея, 5 глава, 3 стих, «Блаженны нищие духом, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божье». Может быть, у верующих владыки и было богатство, но вот только жизни, огня, который дает исцеляющий эффект, они не имели. Они богатели в себя, друзья, и все больше и больше становились равнодушными, незаинтересованными. Не важно, что происходит в церкви, не важно, что происходит с другими, главное «Я разбогател и богат». И знаете, что у таких людей начинается? Им главное – удержать это состояние. Главное – не потерять это состояние. И Бог становится хранителем, Бог становится обеспечителем, Бог становится заступником, защитником, но только не спасителем. Они теряют Его как спасителя, потому что у них все есть. Они начинают полагаться на себя. Конечно, когда ты с ними поговоришь, они тебе скажут, что не полагаются на Иисуса, и только на Него. Но поступки их показывают об обратном. Иисус смотрит на эту церковь. При всем ее богатстве, при всей, казалось бы, полноте, они ни в чем не нуждались, Он говорит им так, что вы несчастны, жалки, нищи, и слепы, и наги. Вот его оценка этой церкви. Хотя они думали абсолютно по-другому. Я сегодня смотрю на нас, на верующих. Мы так не думаем. Мы разбогатели. Богаты и ни в чем не нуждаемся. Если бы мы нуждались, мы сегодня бегали бы и искали. Но так не происходит. И поэтому нет интереса, нет огня. Равнодушие поразило современную церковь сегодня. Это было предсказано за много-много сотен лет. Но Иисус дает совет. Иисус никогда не оставляет нас в безвыходной ситуации. Он дает совет. Как выйти из этой ситуации? Первое. Он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Он говорит, купи у меня золото себе очищенное. Помните, я сказал, что тот город, он был центром всех финансовых, хотел сказать, махинаций, всех финансовых действий. Там было много банков, у них было много золота, друзья. Но Иисус говорит, это не такое золото. Я рекомендую тебе купить золото огнем очищенное, которое есть у меня. И когда мы читаем первое послание Петра, первую главу с 6 по 7 стих, мы здесь находим следующее. Петр пишет, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Друзья, мы видим, что Петр сравнивает нашу именно испытанную веру с золотом, с драгоценным золотом. Когда мы читаем Ветхий Завет и обращаем внимание на то, что Бог обращается к Моисею при строительстве Скини, и после Он обращается к тем, кто строил храм, Он всегда требует, чтобы если делали что-то из золота, то использовали очищенное золото, чистое золото. Он говорит, сделай из чистого золота, вот это, вот это, вот это. То есть Богу было угодно чистое золото, потому что золото бывает золотом, но оно бывает определенной пробы. И самая высокая пробы на сегодняшний день, это 99,9. Мы такое не имеем в обиходе, но мы имеем разное другое золото, которое понижается пробы разными примесями. И вот для того, чтобы очистить золото, его нужно положить в огонь. Но сегодня огнем тоже не очистишь до конца золото. Сегодня нужен электрофорез или еще что-то там, которое очищает огнем. И мы видим, что Петр, он говорит, что Богу угодно, или в глазах Бога угодная вера, которая испытана. То есть, другими словами, Бог говорит, что в моих глазах вера, которая проходит испытание, имеет большую пробу. Оно как золото очищенное. Друзья, и я хочу сказать, что вера, которая не испытана, не испытана, она в Божьих глазах имеет низкую пробу. Мы сегодня, может быть, имеем веру, но я хочу спросить тебя, испытана ли твоя вера? Прошла она ли какие-то испытания? Или нет? И те люди, которые прошли испытания и устояли в этой вере, они как раз и являются драгоценностью в глазах Божьих. Именно Бог об этом сказал. Приду на землю, найду ли веру? Кто сегодня из нас неверующий? Поднимите руку. Есть ли здесь неверующие? Видите, все верующие. Но почему Бог говорит, найду ли веру? Именно ту веру, в которой мы устояли. Именно ту веру, которая прошла испытание. Именно имея эту веру, человек становится истинно богатым. Он богат не материальным, а тем, что имеет испытанную веру. Именно об этом говорит Господь. Купи у меня эту веру, очищенную огнем. Другими словами, Бог тебе сегодня говорит, не чуждайся, когда в твою жизнь приходят испытания. Это очищает твою веру. И тем более я с тобой. Я с тобой, я допускаю эти испытания. Проходи эти испытания, очищай свою веру, и она будет драгоценной в глазах Господа. Халилюя, аминь. Воздайте ему хвалу. Второе, что говорит Господь, Он говорит, и белую одежду, чтобы прикрыть срамоту ноготы. Друзья, Лаодикийская церковь одевалась в богатые одежды, или верующие Лаодикийской церкви, они одевались в богатые одежды, которые производили в этой местности. Они их производили из блестящей фиолетовой черной шерсти, которая бралась у овец, пасущихся в этой местности. Говорят, что это была очень дорогая и качественная шерсть. И именно из нее делали особый род туники, который называлось тримита. Тримита. Этот туник, или этот род одежды, он был распространен по всему миру. Люди, как говорят, гонялись. Это был бренд такой, как сегодня, если кто одевается в дорогие одежды от Кутерье. Вот это был бренд особый вот этой одежды. Все знали, во всем существующем цивилизованном мире, знали эту дорогую одежду. А вот верующие этой церкви, они могли себе позволить носить эту одежду. И они носили эти дорогие одежды. Сегодня мы знаем, друзья, что многие одеждами хотят подчеркнуть свою значимость. Или наоборот, прикрыть что-то несоответствие или бы неуверенность. И одеваясь в красивые одежды, люди себя чувствуют даже как-то по-другому. У нас есть такая, знаете, поговорка, одень пенек, он и паренек. И знаете, мы многие одеваем дорогие костюмы, дорогие часы, украшения и думаем, все, внутренность моя изменилась. Теперь я могу уверенно себя чувствовать. Есть даже некоторые дресс-коды. В некоторой фирме без особых одеяний ты не поработаешь. И знаете, что еще одежда делает? Она показывает твою принадлежность к чему-то. Если мы сегодня посмотрим на военных, они носят определенные одежды. И даже некоторые роды войск носят разные одежды, разного цвета, с разными эмблемами, с разными нашивками. И эта одежда, она именно говорит о принадлежности тех к чему-то или к другому. И сегодня люди, они хотят одеваться красиво. Люди уделяют большое внимание своим одеждам. Редко кого ты найдешь, что говорят, а мне все равно во что одеваться. Может быть, такие есть, но это исключение. Большинство людей хотят соответствовать, хотят носить дорогую одежду. Вот вопрос, могут они себе позволить или не могут, это уже другой. Каждый одевается по своим способностям. Но когда мы одеваем красивые одежды, мы как-то получаем внутреннюю уверенность. Мы даже как-то несем себя по-другому. Не знаешь, то ли человек несет себя, а то ли одежды его несут. Прямо посмотришь на него, все, он изменился. Потому что одел дорогой костюм. Сама ситуация уже обязывает его вести себя по-другому. Но Иисус, глядя на них, он говорит, знаете, вы, может быть, и носите самые дорогие одежды того времени, но это не прикрывает ваш срам. Это не прикрывает вашу ноготу, которая есть внутри вас. И изменить свое внутреннее состояние вы никогда не измените. Он говорит, есть единственные одежды, которые вы можете купить у меня. И когда мы говорили к церкви в Сардисе, я говорил об этих белых одеждах, я сказал, что это одежды праведности, радости и победы. Белые одежды праведности, радости и победы. Иисус говорит, тебе достаточно этих одежд, которые ты оденешь на себя. И там сказано, обличитесь в эти одежды. Иисус не сказал, я вас одену. Вы имеете право, имеете силу обличиться в одежды праведности, радости и победы. Праведности, радости и победы. Халилюя. И третье. Иисус смотрит на них и предлагает им глазную мазь, которую они должны помазать глаза свои, чтобы видеть. Самомнение, друзья, и роскошь, в которой пребывала Лаодикийская церковь, ослепили их духовное зрение. Им нужно было прозреть. Им нужно, чтобы их глаза, они были открыты. Знаете, друзья, сегодня, когда общаешься с людьми, которые откровенно находятся в заблуждении, потому что их действия не соответствуют общим принятым стандартам даже христианства. Их действия порой не соответствуют духу Писания. Ты говоришь с этими людьми и ты слышишь всегда одно и то же. Мне Бог сказал. Никто ни разу не сказал, я так поступаю, потому что мне дьявол сказал. Но ты смотришь на эти поступки и видишь, они неправильны, но человек не признается в них. Он искренне верит, что он находится в истине. Он искренне в это верит. И ты не докажешь ему, он пойдет в другое место и будет искать подтверждение своим словам. И я называю это духовной слепотой. Люди, которые не видят настоящего то, что происходит. Вот так жили верующие владыки, они смотрели на свою роскошь, на свое богатство, на свою беззаботную жизнь и говорили себе, неужто это не Господь? Неужто это не Бог нас благословил? Неужто Бог хочет, чтобы мы в проблемах жили? Нет, Он не хочет. Посмотрите, мы благословенные, мы носим дорогие одежды, у нас все есть, все получается. Скорее всего, это Бог. Это Господь с нами. Он с нами. Мы смотрим и не видим ничего, чтобы происходило плохое в нашей жизни. Мы живем, никого не трогаем. Еще Давид писал такие слова в 18 Псалтере. Он написал повеление Господа праведное веселят сердца. Заповедь Господа светла и просвещает очи. Заповедь Господа просвещает очи. Сегодня я вижу, как многие хотят из жизни выкинуть заповеди Божьи. Они восстают против закона и говорят, да, закон не нужен, сегодня времена благодати. А у меня вопрос, а как вы будете осуществлять анализ самого себя? Как вы будете определять, что вы в заблуждении? Потому что сегодня все, я еще раз говорю, все чувствуют, что благодать их ведет именно в этом направлении. Сегодня столько учителей, друзья, сегодня все учат, все, потому что есть такое понимание, я разбогател, я богат и ни в чем не нуждаюсь. И теперь с вами могу поделиться. Друзья, Иисус заключил с нами новый завет. Завет сам по себе подразумевает в себе исполнение каких-то трех... и